Итак, мы продолжаем знакомить вас с некоторыми премудростями садоводческого искусства, обязательно актуальными на данный момент и вполне практичными, которыми можно воспользоваться, не обладая сверхъестественными возможностями. А помогать нам в этом уже по традиции будет Людмила Николаевна Шубина. Людмила Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, арсенал ваших познаний безграничен в этой области. И всё-таки на чём мы сегодня сосредоточимся? А сосредоточимся мы на цветочных культурах, не только на бархатцах. Это самые простые, самые доступные для выращивания садоводов и огородников. Бархатцы цветут достаточно долгое время, они любимые садоводами и огородниками. Говорят, что именно бархатцы отпугивают вредителей от капусты и прочих других культурах. Они действительно привлекают пчёл, шмелей и других полезных энтомофагов в огород. А если там полезные есть энтомофаги, то, естественно, происходит антагонизм между вредителями. И именно поэтому бархатцы полезны в любом саду и огороднике. Когда мы высаживаем бархатцы? Обычно бархатцы высеваются в марте, в конце марта. Это рассада. Да, это рассада. И высаживают на постоянное место тогда, когда всё-таки угроза возвратных заморозков минует. Это ближе к концу мая, к началу июня. Самые простые, самые надёжные и одни из самых полезных цветов. Но есть и другие, более интересные цветы. Я хотела бы сегодня провести тебе маленький экскурс по своему царству-государству цветочному. И показать некоторые цветущие уже в рассаде цветочки. Ну вот, в частности, обрати внимание, какая прелесть. Вот, знаешь, наверное, как называется? Да, львиный дед. Львиный дед, да. Видите, ротик открывается, закрывается. Он есть и в дикой флоре, флоре льнянка есть такое растение. А это прям круто, красиво. Да, двуцветные, вот розовые, замечательно.